Здравствуйте, дорогие телезрители! Вновь мы с вами на канале «Радость моя». Я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы посылаете на сайт «Закон Божий». Вот часть вопросов касается очень острой темы, а именно борьбы со страстями. Раб Божий Николай нас спрашивает. Меня мучает моя слабохарактерность. Попытки жить духовно, обуздать плоть, претерпевают неудачи. При встрече с трудностями, впадая в уныние, пропадает мотивация и энтузиазм. «Душевное состояние невыносимое. Часто каюсь и исповедую грехи. Помогите». Очень характерная ситуация. Я думаю, что она относится к каждому из нас. Мы все хотим преодолеть свои недостатки, свои грехи, свои пороки. Но, к сожалению, получается не так быстро, как хотелось бы. Не подчас люди опускают руки, впадают в уныние, и кажется, что ничего и не получится. Это заблуждение. Действительно, побеждать свои недостатки очень трудно, и на это требуется подчас большое время. И изменения незаметны. Не можно понять, что что-то изменилось, когда пройдет достаточно продолжительный период времени. Тогда действительно чувствуешь, что ты уже изменился, что ты не такой, как был раньше. Но это может быть действительно продолжительное время, несколько месяцев или даже лет. Теперь нужно понимать, что нужно эту борьбу вести грамотно. Каяться очень трудно. Мы часто просим и не получаем просимого, или считаем, что не получаем просимого. Так вот, Господь сразу откликается на наши просьбы. Просто мы не верим в то, что мы получим. Вот это очень интересный факт. Ну вот представь себе, что вы у кого-то близкого человека нечто просите. Дай, пожалуйста, мне стакан воды. Ясное дело, что человек без всяких рассуждений, разговоров нальет вам воды в стакан и протянет. Но что ему делать, если вы в это время смотрите в другую сторону? Он вам протягивает, а вы не обращаете на него внимания. Вода готова, он потрудился ради вас, а вы не берете. Кто виноват? А при этом вы же его и обвиняете. Что ж ты мне не даешь стакан воды? Вот так и мы обращаемся к Господу. Господь сразу откликается на нашу просьбу. Она же действительно важна, и действительно важно побеждать грехи. Только мы просим и не верим в то, что получим. Вот в чем причина. Поэтому, несмотря на то, что каешься, вот каешься, вот чтобы каяться по-настоящему, нужно какое-то очень глубокое доверие к Богу, обращенность к Нему, тогда действительно ты будешь чувствовать, что получаешь то, о чем просишь. И вот здесь нужно перестроиться. Не опускать рук, не унывать, не позволять себе впадать в уныние, чтобы к одним грехам не добавлять еще другой, еще и смертный грех. Уныние относится, как ни странно, к смертным грехам. Кажется, вот сидишь там, унываешь, никого не трогаешь, просто у тебя настояние печальное. Это смертный грех, потому что уныние обессиливает человека, лишает его надежды на спасение. Поэтому нельзя впадать в уныние, нельзя опускать рук, а нужно энергично, но с глубоким покаянием обращаться к Богу, с твердой надеждой, что Господь даст силы преодолеть свои грехи. «Как правильно употреблять пищу, не допуская чьего угодия и его смежных грехов, гортанобесия, сластолюбия и так далее?» Спрашивает раб Божий Владимир. Прежде всего, нужно помнить, что все блага, а пища – это благо, просто мы к ней привыкли, а представить себе, что ее нет, что ты голодаешь, вот тебе ее дали, конечно, это потрясающее благо. Так вот, ко всем благам нужно относиться с благодарностью к Богу. И понимать, что источник всех благ – это Господь. Даже так привычно, вроде ты и заработал, или вырастил у себя где-то, но все равно Господь посылает нам и день, и дарует нам пищу. Поэтому мы должны всегда Господа благодарить, и не забывать перед едой помолиться, а после еды прочитать благодарственную молитву. И если ты с благодарностью, такой радостью, естественной радостью, вот вкушаешь пищу, ешь, то ничего греховного в этом нет. Господь, вот, как бы очень заботливо по отношению к человеку его и создал. Вот дает нам такие маленькие радости. Вот что тебе вкусное, тебе приготовили, вот ты это с удовольствием ешь. На меня сильное впечатление в детстве произвел, к нам пришел в гости священник, и вот было видно, с каким вот аппетитом, каким-то вот таким удовольствием, но вот именно вот какое-то оно было соединено вот с чем-то таким одухотворенным. Он вот ел вот с большим удовольствием, видно было. Но вовсе не об еде он думал, а о чем-то вот интересном рассказывал. Но вот видно, что вот он ест, и оно ему доставляет удовольствие. Но это вот какое-то было чистое такое удовольствие. Вот ничего, ну, постыдного какого-то или там, ну, низменного, ничего к этому не привязывалось. Вот Бог дал, вот с благодарностью человек принимает. Вот и нам надо с благодарностью, благоговением и радостью принимать те блага, которые Господь нам дарует. Мне 17 лет, я считаю себя некрасивой с детства. Как будто внутри кто-то говорит постоянно, посмотри на себя ужасное. Я часто завидую другим девочкам, что они красивее. И у меня такие ощущения, будто меня все отвергают. Как мне себя переубедить? Или надо просто смириться. Спрашивает раба Божия Анастасия. Знаешь, Настенька, это такое характерное неправильное отношение у многих, даже не только юных девушек, но и у взрослых женщин тоже бывает к себе какой-то вот комплекс неполноценности по отношению к своей внешности. Это настолько распространено, что вот, ну, у меня сложилось такое рассуждение. оно вот носит некий богословский характер. И звучит оно так. Вот все, что мы видим, и даже что мы не видим, все создано Господом Богом в бездне его премудрости. Вот это очень важно. Ведь весь мир сотворен Богом. И вот мир видимый, невидимый, мир животные, птицы, вот люди, все это сотворено Богом. И весь мир прекрасен. Уродует мир только наш грех. А все, что сотворено Богом, все премудро и прекрасно. Вот женский пол Господь создал прекрасным. И не зря женский пол таким называют, потому что Господь его таким создал. Вот вас, Настенька, вот всех Господь создал прекрасными. Раз женский пол прекрасный, значит, каждая женщина прекрасна. Правильно, правильно. Значит, Настенька относится к женскому полу, она женщина, женщина, значит, она тоже прекрасна. И вот не переживайте на этот счет. Другое дело, дай Бог, чтобы на вашем жизненном пути встретился человек, для которого вы были бы единственные. Вот это да. Вот и пока не поймете, что это так. Будьте очень строги к себе, но комплексовать по поводу своей внешности вам совсем не нужно. Это просто вот такая заморочка, повторяю, она достаточно характерна, не только вы от нее страдаете. Так что постарайтесь просто об этом не думать. Если лезет в голову вот такие мысли, которые вас угнетают, как и любой греховный помысел, он сгоняется только молитвой. Помолитесь Господу, помолитесь Божьей Матери, покайтесь, и вы избавитесь от этого, повторяю, совершенно надуманного комплекса. Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Прощаюсь с вами. Я надеюсь, что вы вновь пришлете вопросы на сайт Закон Божий, и мы с вами вновь увидимся на телеканале «Радость моя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова